Здравствуйте! Поздравляю всех, кто будет праздновать Рождество. Сегодня очень солнечный день. И я решила показать вам немножко свою странную ванду. Тут мне бьет еще и по голове с имбитем. Вот он. Мало того, что... И так, тут помню, тут не помню. Ванда это у меня третий год. Было написано, что она в размере цветения, но она пришла очень маленькой. И пришла в горшочке с грунтом. Я, разумеется, вынула ее посмотреть. Были кое-какие корни подгнившие в дороге. Шла она очень долго, тоже три недели. Решила я ее временно оставить просто в большом пластиковом горшке пустом. Это у нас ванда вот такая Дениса Ниана на Джовану. Джану. Гибрид. Написано было, что то ли гибрид редкий, то ли самая ванда редкая. Я уже не помню, но что-то было написано, что это редкая редкость. Листики у нее, посмотрите, какие красивые, закрученные. Как я уже сказала, я ее просто оставила в большом пластиковом горшке. Вот такого примерно размера она пришла ко мне. с дырочками. И корни мало того, что заполнили весь горшок. Растет, кстати, она в высоту не очень сильно, но зато развивает огромную корневую систему и очень мощную. И новые корни, вместо того, чтобы выходить в дырочки по бокам и вниз, росли вверх, постоянно обламывались. Вот видите, все корни идут вверх. Постоянно обламывались. Пришлось, видите, какие травмы. Пришлось мне ее посадить вот в такую вот корзиночку. Ей не сразу все понравилось. Она моментально закуклила корни. Не все, но закуклила. Это вот сейчас некоторые стали снова расти. Ей нравится влажность в корнях. Выносливая она невероятная. Листочки у нее, вот помню, Лена из Баку сказала, что это такое, такая кудрявая. И я держала эту ванду. Видите, я поставила ей немножечко туда коры крупные. Есть растущие корешочки везде. И держала эту ванду, как и все мои ванды, в теплых условиях. То есть, когда температуры стали ночью падать ниже плюс 18-17 градусов, но уже не на час, допустим, час плюс 15, плюс 14, а уже стабильно стали довольно низкие температуры, я занесла все свои вандовые в квартиру. Занесла эту. Как обычно, я все ванды содержу в теплых условиях. И вот ни с того ни с сего на третьем году я решила посмотреть, что же это у меня за ванда такая оказалась, что Денисониана выносит и нуждается зимой в холодных температурах. Даже не в прохладных, а в холодных. До плюс 10, плюс 8. Вот вполне возможно и проблема, что она у меня еще не цвела, хотя было заявлено, что она в размере цветения. Но пришла она очень маленькой. Растение крепкое, здоровое. Я решила проэкспериментировать. У кого есть Денисониан или гибриды, не пробуйте пока. Посмотрим. Неизвестно, в какой гибрид она уродилась. В каких родителей, вернее, она уродилась. Потому что второй родитель, по-видимому, теплого содержания, насколько я так посмотрела. Но пока висит она у меня на балконе. Уже третья неделя пошла, как я ее снова повесила на балкон. Пока не показывает, что ей плохо. Кстати, из всех вант, вот она была самая такая веселенькая, когда было прохладно, и они все висели у меня на балконе. Рекомендуется ее все-таки опрыскивать ее корни. Но у меня так получается, что, так как эти корни растут, видите, везде вверх, получается, что я ее всю опрыскиваю, ну а потом высушиваю, снова вывешиваю. Даже в прохладных условиях, если только нужно опрыскивать корни и давать немного удобрения или тоников. Я опрыскиваю тониками, очень слабеньким раствором удобрения, высушиваю и вывешиваю. Но пока вроде бы она чувствует себя неплохо. Не могу сказать, что ей не нравятся такие прохладные условия. Разумеется, если будет очень холодно, я все-таки занесу ее. Я не рискую. Посмотрим, как она будет себя чувствовать. Сегодня днем было плюс 15, а вот ночью температура уже опускается ниже плюс 10 даже. Но посмотрим. Пока вроде бы она чувствует себя неплохо. Пожалуйста, не пробуйте, пока не пройдет длительный период времени, и моя Ванда не покажет, что ей понравились такие условия. Если я увижу, что что-то не понравилось, разумеется, я ее занесу домой. Спасибо. Вот такая забавная Ванда. Субтитры сделал DimaTorzok